всем приветики после того как мы сняли видео про дреды у вас пошло очень много вопросов вообще про плетение поэтому сегодняшнее видео будет подробненько про заплетение афрокосичек дорогие пишите пожалуйста в комментариях темы для следующих видео мы обязательно все прочитаем выберем самые интересные и выберем темы для следующих видеороликов самый распространенный вопрос косичками на какую длину волос можно заплетать мы заплетать сегодня будем на короткие волосы от 3 до 5 сантиметров уже возможно при плетении у нас здесь много цветов заплетать мы будем сегодня два оттеночка синий и розовый цветов тоже может быть сколько угодно вы можете миксовать оттенки цвета длину косичек как вам больше уже нравится когда я буду с короткими волосами мне удобнее их немножечко увлажнить для этого я буду использовать полилизатор здесь у меня только вода чтобы волосы маленькие коротенькие не пушились когда я буду делать деление мы сегодня будем использовать синтетический материал который называется каниколон чаще всего косички плетут из него можно еще из ниток но нитки они больше впитывают в себя запахи и дольше сохнут я не рекомендую работать с нитками мы будем плести каниколон максимально у него длина вот такая получается при заплетении мы сегодня будем плести косички по лопатке поэтому мы сейчас порежем пополам каниколон чтобы экономить материал я люблю работать диагональными проборами вот она у нас пошла диагональ то есть не так а именно по диагонали делю голову отделили крепенько это все закалываем средства на длинных волосах я буду работать зажимами покрупнее убрали чтобы у нас ничего не мешалось и дальше когда вы отделили уже ряд выбор пряди у вас будет идти в шахматном порядке чтобы каждый ряд косички перекрывал получается друг друга толщина пряди материала который вы выбираете не должна быть толще той пряди на которой вы будете при плетать иначе нагрузка на свои волосы будет слишком тяжелой можно травмировать волосы поэтому выбор пряди выбор каниколона вот и и поджимаю что видно было он не должен быть толще я сейчас покажу петлю который работаю именно я по косичкам подрядом нет какого-то именно гост и все мастера плетут в разных техниках поэтому я покажу петельку который работаю конкретно я прядь держим по центру материал я складываю пополам по центру делаю своеобразную такую петельку дальше прядь синтетическую справа перевожу в центр под низ делается плетение прядь из своих волос перевожу под низ и она у меня получается по центру шаг 1 шаг 2 мне нужно отделить справа немножечко материала и подсоединить к этому натуральных волос то есть делаю отщепляю от центральной пряди немного натуральных волос дальше я подсоединяю их и проворачиваю под низ вот получается центральный прядь здесь уже идет синтетический материал и натуральные волосы слева теперь перехожу под низ подплетаю вот что у нас получается и теперь с правой стороны мне нужно также поделить пополам чтобы в каждой пряди у нас были и натуральные волосы и синтетические и перевожу это все под низ косы я плету вниз вот у нас получается три одинаковые пряди каждый из них есть кониколон и натуральные волосы дальше уже плетется как обычная косичка из трех прядей под низ когда вы выбираете цвет который будете заплетать обязательно ориентируйтесь на свой цвет волос потому что вот здесь на коротких волосах где него заканчивается цвет будет виден если у вас волосы длинные и вы выбираете контрастные цвета например свои волосы блонда заплетаете вы черный кониколон это будет выглядеть не очень аккуратно не очень опрятная прическа будет поэтому обязательно хотя бы один из оттеночков должен совпадать с цветом ваших волос когда вы делаете деление старайтесь чтобы все рядочки по ширине у вас были одинаковые и параллельны друг другу то есть та диагональ которую вы задаете изначально вы продолжаете ее чем параллельнее у вас будут ряды тем аккуратней у вас будет работа теперь по поводу косичек в шахматном порядке что это такое следующий сектор когда вы будете отделять вы делите по центру предыдущей секции что это нам дает это дает когда косички вот здесь накладываются друг на друга все вот эти вот проборчики закрываются если у вас есть сомнения на краевой линии как вам делить вы сомневаетесь сделать одну или две косички сделайте всегда две лучше сделать больше и работу гуще нежели вы будете где-то жадничать или экономить свое время на косичках когда мне было 13 мне очень не хватало подобного видео потому что очень хотелось каких-то экспериментов новых опытов с волосами плести я тогда не умела мастеров в москве тогда еще не было и не было даже салонов которые можно было прийти вот так вот сесть спокойненько сидеть пить чай кофе тебе там все сделают материал тебе принесут все заплетут мои первые эксперименты начинались методов проб и ошибок я плела тогда из ниток пробовала плести шерстяных ниток все это было кривое с пушочком с вылезающими торчащими прядями косички от головы получается сползали и если мы плетем еще на нитках они долго плохо просыхает внутри косички и появлялся запах то есть это все приходилось сразу же снимать такое поэтому хочу сказать что это видео это не мастер-класс для стилистов не какое-то пособие это скорее такое творческое вдохновение для чайников которые не умеют работать с волосами не умеют плести но хочется попробовать чего-то новенького для себя косички могут быть однотонными могут быть с переходом цвета и могут быть двух-трех цветные хоть четыре цвета туда намешайте вот так выглядит каниколон который идет для косичек с переходом оттенков они могут быть два-три перехода тоже сейчас продажи огромное количество цветов появилось и сейчас я покажу вам как будет выглядеть косичка из двух цветов вот так выглядит двухцветная косичка прикольно смотрится еще когда добавляю 3-4 оттеночка и когда можно сделать три цвета и три прядочки разделить на каждый цвет тоже смотрится очень необычно вот они у нас однотонные вот она у нас двухцветные мы сегодня заплетаем на очень короткие волосы самый распространенный вопрос можно плести на 5 сантиметров длины косички и косы это очень крутая возможность потому что вы можете за несколько часов работы полностью преобразить свой образ и сделать себе прическу совершенно любой длины если вы только начинаете и это ваш первый эксперимент рассчитывайте что заплетение афро косичек может занять вас даже несколько дней лично я свои первые косы когда я плела только начинала мне не было скорости опыта и очень долго возилась я плела два дня свою первую работу и нужно обязательно предупредить об этом своего подопытного на кого вы будете тренироваться и рассчитывать по времени и рассчитывать свои силы пару слов хочу сказать об уходе единственный уход который будет за косичками это их мыть моем их в среднем раз в неделю если вы занимаетесь спортом или голова у вас вам по себе жирные волосы пачкаются чаще чаще мыть можно нужно понимать что чем чаще вы моете косы тем быстрее пушок на них появится как их мыть здесь вообще нет ничего сложного соответственно мы все косы намочили дальше самый простой способ это взять какую-нибудь губочку спонжик что-нибудь такое нанести шампунь и промакивающими движениями прям губочкой ходить по коже головы то есть ваша задача не наносить шампунь напрямую а наносить именно пенку на кожу головы нанесли шампунь через губочку дальше просто можете его взбить вспенить шампунь отдельно на косах они сами по себе хорошо пенятся такой прям знаете эффект мочалки дает синтетика то есть вы это все намылили промыли водой посушили вот и весь уход за косами зимой лучше всего мыть их на ночь если вы не хотите сушить их феном так косы сохнут долго сушить феном всю эту красоту конечно же можно но тоже нужно понимать что когда вы будете сушить феном потоки воздуха из косичек будут выбивать лишние волоски ваши волосы то есть быстрее появится пушок если будете часто сушить их феном но можно носить всю эту красоту можно полтора-два месяца в зависимости от того как быстро у вас волосы растут дольше лучше не ходить потому что нагрузка на волосы когда они отрастают уже будет сильнее поэтому максимум два месяца и еще один очень распространенный вопрос это вредно ли заплетать косички для своих волос нет не вредно если мастер не повесил вам слишком большое количество материала на ваши тонкие пряди и выходите с этим максимум два месяца то для своих волос это не вредно мы закончили заплетение в процессе плетения мы закрепляли их временно резиночками но я не рекомендую вам ходить все время с резиночками потому что силикон имеет свойство в течение месяца скажем так растворяться и резиночки рвутся то есть весь срок носки они не выдерживают чаще всего поэтому будем заваривать синтетический материал кипятком если у вас нет возможности положить голову в раковину и аккуратно поливать косо сверху заваривайте частями то есть взяли косичек 10-15 взяли чашечку налили туда кипятка и прям сидите сами себе эти косички частями макайте в кипяточек буквально секунд на 30 на минуту подержали в чашечке вытащили промокнули следующую прядь синтетический материал при воздействии горячих температур запоминает форму тем самым можно сделать косички витыми или закрепить при тени то есть резиночка вот уже и не нужно коса будет держать форму как видите косички после кипяточка прекрасно держит форму и без резиночек вот у нас получается завариваются кончики каниколом который мы оставляли и в целом выглядит как натуральные волосы свои но есть второй вариант который можно сделать это когда вы жесткий край отрезаете то есть есть вариант косичек с хвостиком можно отрезать их сразу на ваше усмотрение и так мы закончили наши косички вот результат который у нас получился мы оставили кончики натуральными в процессе если вам надоели натуральные кончики вы всегда сможете их отрезать если они начинают путаться или просто для смены образом дорогие если у вас остались вопросы пишите их в комментарии пишите нам в контакте пишите нам в инстаграме и у меня к вам большая просьба если это видео было для вас полезным и вы действительно по нему научились плести косы отметьте пожалуйста на фотографии пришлите мне свою работу мне будет очень приятно меняйтесь улыбайтесь дорогие пишите пожалуйста в комментариях темы которые вам на любой это в лет на 3 так на меня в упор пожалуйста главное что мне сейчас тремор мой как у банки крыша него таратрата такой ты записал давай ты видосе вставят я еще не вопрос не дружина